Вы знаете, что украинцы сейчас рассказывают о массовых захоронениях, о попытках и о том, что гражданское население становится основным жертвами и основным решением в этом конкурсе. Как в такой ситуации можно голосовать против резолюции ООН, которая осуждает действия России? Вы знаете, идет информационная война. Украинцы говорят о массовых захоронениях, о преступлениях российской стороны. А российская сторона аналогично вскрывает массовые преступления украинской стороны. Обычная информационная атака друг на друга. В этой ситуации надо разбираться в корне. Идет война. В ходе этой войны всякое возможно. В том числе то, о чем вы сказали. Поэтому надо не разговаривать о том, как плохо. Мы знаем, что плохо. Война – это всегда плохо. А надо остановить войну и искать выход из создавшегося положения. Мир занят сейчас проблемой и ищут ответ на вопрос, кто виноват. Слушайте, потом разберемся, кто виноват. Каждый день гибнут люди. Давайте остановим войну и договоримся. А потом будем разбираться, кто прав, кто виноват. И мы начали процесс переговоров. Но он остановился. Зеленскому запретили вести переговоры. Кто? Догадайтесь в трех раз. Он не самостоятельен. А сегодня фейки забрасывать. Где-то прав, не прав. Обвинять друг друга. Не тот путь. Тысячи людей каждый день гибнут. В том числе и гражданские. Они в чем не повидны. Это правда. Поэтому давайте остановим этот конфликт.